Мы на месте. Мы приветствуем НС и интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам в свое биополе на период сеанса. Накивает. Что-нибудь видно на ней? У нее глаза стеклянные, большие, холодные и слизь какая-то на ней на плечах. Понятно. Хорошо. Даю команду. На 4 скэнер сканирует пространство над головой Нессы под ногами 360 градусов вокруг нее. Скэнер сканирует все семь тонких тел Нессы, находит все. Скинь, инкуб. Злой он и у него в руках как посох такой большой. Этот посох переходит в соседнюю клетку. Готово. Если я еще раз что-то от тебя услышу, когда я тебя не буду спрашивать, я тебя сожгу. Здесь прямо в клетке. Тебе это понятно? Да, ему понятно. Он как пускает крылья, когда слизь и потом так закрывается весь. Я тебе все... Как остывает. Я тебе все сказал, что я хотел сказать на настоящий момент. Работаем дальше. Кто у нас дальше? Лизард. Есть. Гуманоид. Избрут. Какая веселая команда. Кто из вас присутствует в квартире? Спрута есть. Слизь. Хорошо. Больше никто? Джин и спрут все. Откуда у нас гуманоид? Сейчас, секунду, подожди. Значит, инкуб показывает. Он не присутствует как такого в квартире. Но там, где он спит, он разделил кровать пополам. У него там стоит, как стена. То есть, это ты мешал сексуальной жизни этого человека, разделив кровать пополам. Твоя работа, да? Оградил ее от всех. Он оградил ее от всех. Он оставил ее для себя. Хорошо. К этому позже придем. У меня был вопрос, откуда гуманоид? С Нибиро. Кто ты? Интересует биоматериал. Ловец душ, ловец чего? Да. Биоматериал? Понятно. Сколько ты находился в этом биополе? Чуть меньше года. Копии отправлял? Нет, пока формируется. Арашев сканер просканировал полноты души Инессы на настоящий момент? 98. 2% находится в его конструкции. Начинаем с реверса энергии. Дуй команду. Тонкой копии Инессы. Спроектировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродные болезни. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Пошел процесс. Усиливаю его в 50 раз. И спрашиваю, почему у нее глаза стеклянные? Чья это работа? Это часть конструкции гуманоида. Хорошо, сканер. Просканируй сейчас, пока идет реверс Инессы. Отключи эту конструкцию полностью до последнего чипа, датчика, импланта, конвектора. Проверь после того, как просканировал, не забыто что-то на этой частоте. Проверь, выведя эту конструкцию из биополя, как она выйдет, сила моего намерения отправляется в клетку-тюрьму. Пошел процесс. У нее движение, как у робота. Это конструкция шеи, руки идет, глаза. И у нее такие отрывистые движения, повороты головы, рук поднятия, как у робота. Теперь она понимает причину. И глаза стеклянные. И из глаз все это выходит, конечно, да. То есть она все видит только одним путем, так сказать. Он смотрит через нее, в другую альтернативу он ей не дает. И не показывает. Перекрывает ей альтернативу. Но в моих глазах это полнейшее вмешательство, мощнейшее. Это глумление уже, в принципе, над душой. То, что ты творишь, ты полностью перенял контроль над ней. Ты активно вмешиваешься в ее жизнь, данный ей творцом. А у нее ограничение мыслей тоже. То есть только то, что он ей дает через глаза. Подключки чипа, два чипа идет дальше. Все, пусть вытаскивает скэнер. Вытащит. Отправляется в клетку-тюрьму. Это все. Выстраивает прямой канал от Инессы к этой конструкции. Реверсом. Отдаем назад все негативные патогены. На низкоаберационный откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Инессе. Усилию потоки в 50 раз. Что идет? Но с нее, когда чипы вытащили, эта конструкция, она тряхивает голову. И к ней возвращаются какие-то реакции, которые она может воспроизводить, но почему-то забывает про них. Ну, почему-то здесь, в принципе, вопросы риторические. С таким воздействием, которое здесь присутствует. Вот какой у нас джин, кстати, Вера, посмотри. 27, 34. Сколько ты находился, джин, в этом биополе? 2 года. Сколько инкуб находился в этом биополе? 4 года. Сколько лизард находился в этом биополе? Лизард 7 лет. Все долгожители. Реверс закончился. Хорошо, спрут. Сколько ты находился в этом биополе? 3 года. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Энесса забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что на чистоте Энессы находится, по праву забираем назад. Усилие потоки в 50 раз. Ей такие энергии яркие возвращаются. Бумануэта, ты не боишься, что она тебе может эти чипы сейчас своим намерением установить? Вернее, если она изъявит намерение, я их установлю. Какие-то конструкцию? И в глаза тебе вставим эти чипы и включим все на полную мощность. С откатом всей боли, всех негативных патогенных энергии, ощущения ее, которые она получила за этот год в течение одной минуты. Как ты на это смотришь? Он показывает, что он сделал ей жизненный путь. Это такая серая дорога, которая может где-то сворачивать под прямым углом. Как робот проложил он ей. И все, кто в ней находится, все понижали ее вибрации и к негативу ее склоняли. Лизард к Рику, Джин к беспокойству. Инкуб раздражательно ее делал на всех. И спрут? И спрута, которая была неприятна, тоже самое раздражала. Она не понимала, почему. Хорошо. Вокруг нее. И вот эти энергии, которые возвращаются от всех, они радостные. То есть она радость жизни потеряла. У нее вроде все есть, но у нее нет источника вот этого счастья. Откуда она может черпать счастье? Конечно, это все понятно. Итак, гуманоид, к моему вопросу, как ты смотришь? Против гуманоиды. Ты же понимаешь, что ты находишься в ее власти. Ты находишься сейчас в клетке. Ты вошел в небо. Я же здесь не один. Ты причинил самый большой ущерб пока. На настоящий момент никто не додумался вставить конструкцию в глаза, сделать серый путь для души, вмешаться в ее развитие, вытащить ее биоматериал, частички души. Я это сделал уже на определенной основе, когда она уже была в определенном состоянии депрессии. Это ты пытаешься сейчас оправдаться, что у нее была депрессия. Что была причина этой депрессии? Кто? Он показывает вокруг себя в клетке присутствующей. Итак, кто из вас был причиной депрессии? Лизард поиграл. Лизард. Чувствовал хорошо. Хорошо, Лизард. Инкуб. Ну а спрут, он отток энергии у него. 7 лет, 4 года. Спрут отток энергии, 3 года. Берджин. Этот реверс закончился. Идем дальше. Начинаем тогда со спрута. Выходи, вытаскивай все свои подключки, все, что ты оставил в ее биополе. Отключайся полностью. Обязательно отсасывай свою жидкость, чтобы следа там не осталось. Высушивай все. Возвращайся в клетку, докладывай мне готовности к проверке. Проверка будет проведена скэнером несколько миллионов герц. Если кто-то что-то оставит или забудет, специально или нечаянно, он просто может сгореть в этой клетке. Я вас предупредил. Шуток здесь нет. Спрута, присоски на шее и у нее голова и плечи как гель такой прозрачный. Вот я об этом и говорил. Об этом геле и говорил. Она какая-то как крахмальная, хрустящая такая. Я забрала. Хорошо. Гуманоид, на твоей чистоте что-то осталось не вытащенным? Нет. Лизард, выходи, вытаскивай свое гнездо, свою жидкость, все свои энергии, чтобы следа твоего не осталось там. Приступай. У него от сердца к горлу тянутся нити и к рукам, за которую он дергал, повышал голос, махал руками. Эмоции, эмоции тут. Понятно. Вытащил. Ну он долгожитель, он больше всех сидит здесь. Инкуб. Твоя очередь. Выходи, снимай все, что ты оставил ее биопулем, эту накидку, все свои подключки, отключайся, возвращайся назад, докладай готовности к проверке. Приступай. Он у нее воткнул что-то, как кол. А зачем ты это сделал, Инкуб, а? В чем-то где-то под сердцем. Это желтая чакра. Живот. Там, где вся энергия накапливается. Зачем ты это сделал, Инкуб? Пометил он ее. Вот так вот пометил, проткнул, тонкое тело. Тебе что-то пометить сейчас в этой клетке, пробить тебя своим копьем? Оставь все копье для кого-нибудь другого. Мне так отвечает, да? Да. Хорошо. А еще он сетку снимает, он вытащил этот кол и сетка на нижних чакрах. Готов. Хорошо, Инкуб. Я смотрю, ты реально не понимаешь, куда ты попал. В моих руках появляется шар ангельской энергии. Один, два, три. Я тебе его сейчас в рот засуну. Он рачит. Направляю на него печать семи архангелов. Мощнейший удар. Удар. Ждет его печать. Бывает. Кто же его научит? У меня как клейма осталась красная. Отлично, убираю печать. Убираю ангельский шар. Я тебя предупредил второй раз. Третьего раза уже не будет. Третий раз я открываю портал в галактическое ядро. Ты уходишь на переработку. Я тебе задал вопрос. Почему ты пробил ее своим копьем? Ты мне сказал, я ее пометил. Я тебе сказал, я тебя помечу. Потому что вы ангела. Почему ты причин... А, потому что она ангел. Ты это хотела сказать? Нет, она нас с тобой говорит. А, понятно. Хорошо. У него клейма. Ему больно. Она жгет. Ну и что он хочет мне сказать? Ничего. Чертов ангел называет. Даже так? Ну хорошо, значит будешь ходить с клеймом. А я чуть было не подумал убрать это клеймо с тебя. Хорошо, синий Джин, тебе выходить не надо. Вытаскивай всю свою пыль. Отключайся полностью, ничего не забывай. Приступай. Здесь ноги. Ноги как ладошки. Начало руку. Она в пыли стоит. Пыль поднимается к рукам. И ноги по коленам. С какой вещью ты пришел в ее жизнь, Джин? Он все забрал. Я вопрос ему задал. С какой вещью ты пришел в эту реаполю? Он показывает на плечи что-то, она одевает. Платок. Как покрывает плечи. Типа пледа. Да, плед, платок, что-то такое. Хорошо. Мы все убрали, больше никого нет. Да, Вера? Я смотрю. Джин, Инкуб, Лизард, Гуманоид, Спрут. Все все убрали. Отлично. Даю команду на рассинхронизацию Инессы с синим Джином, Инкубом, Лизардом, Гуманоидом, его конструкцией и Спрутом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Она чистая, она говорит, нелегко дышать. Скэнер просканирует полноту души Инессы на настоящий момент. 100%. Отлично. Все, вернули. Синий Джин и Спрут. Я сейчас открою вам порталы в квартиру, где живет Инессы. Вы пойдете туда, соберете все, что вы там оставили, всю свою пыль. Спрут забирает все свое, все свои подключки. Я проверяю, отпускаю вас на вашу чистоту первый раз. Все понятно? Понятно. Открывается два портала в квартиру Инессы. Спрут уходит в этот портал, в один портал. Синий Джин уходит во второй портал. Закрывай, опечатай, растворяй оба портала. Готово. Лизард готов уходить? Готово. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Забирай все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрываем, опечатаем, растворяем. Готово. Любитель метить. Готово уходить? Да, готово. Так и хочешь с печати уйти? Убери, если возможно. Силом его намерен, убирая с него эту печать. Но у него не печать, она выжигла на нем. Вот этот красный шар с экрана в шар сматывается. Шар выжигал. Под этим шаром открываю воронку в галактическое ядро. Энергия уходит на переработку. Закрываю, опечатаю, растворяю. Хорошо. Будешь в следующий раз думать. Готово уходить? Готово. Открывается лист. Отдай мне посох. Ну зачем он тебе? Это мой артефакт. Хорошо. Ты этим артефактом никогда больше не воспользуешься в этом биопуле. Тебе это понятно? Понятно. Отправляем ему его посох. Открываем внизу портал против часовой стрелки на чистоте инкуба. И он уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Есть. Я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую Ли. Гуманоид Нибиру. Сидел год. Конструкция. Собирал биоматериал. Забрали 2% души. Стоит в клетке. Конструкция стоит рядом. Конструкция. Нам не интересно. Его заберем на проверку. Хорошо. Под конструкцией открываю воронку в галактическое дро. Оно уходит на переработку. Закрываю, опечатываю, растворяю. Готово. Его забрали тоже. Клетка пустая, да? Да, клетка пустая. Поехали по частотам. Готово. Синхронизируется энергия вибраций, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Мы закончили вашу чистку. Инесса, как вы себя чувствуете сейчас? Великолепно, умиротворенно, сбалансирован. Отлично.